Двенадцать часов и шесть минут. Продолжается программа «Мужской понедельник». Николай Голиков. Владимир Сметанин. Мы приветствуем вас. Желаем доброго, хорошего дня. Мы сегодня занимаемся честованием наших земляков с теми или иными победами. Был недавно разговор очень интересный и познавательный с Натальей Катаевой, президентом фонда «Вятская соборность», которая, в частности, получила награду от Общественной палаты Российской Федерации. В том числе. И во втором части, как-то так вот параллели проводя, тоже скажем, что Общественная палата Российской Федерации еще и поощрила гостю, которая сейчас у нас в студии. Это Инна Вуликжанина, руководитель Центра информационных технологий в обучении и познании. В Кирове находится, напоминаем, данный центр. Инна Витальевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Сообщена новость эта на сайте Центра познания 29 ноября еще в ОПРФ. Прошло награждение победителей Всероссийского конкурса социальных инициатив и качества услуг. Название у конкурса такое само собой разумеющееся. Все лучшее детям. Все лучшее детям. В общем, принимайте наши поздравления. Хотим разузнать, насколько значима победа, что предшествовала этому событию, каковы планы, перспективы и так далее. Конечно же, победа очень значимая. Вы принесли как раз тот диплом, который получен в Москве. Знак качества «Лучшее детям». Это знак, который внесен в соответствующие реестры. И таких 100 организаций, которые поощрены такими знаками. Это вот знак качества, такой же уровень, как помните, в свое время был знак качества. Да, да, вот это вот такой знак качества. Да, он как раз ГОСТовский, серьезный, серьезный знак качества. И наградили нас, отметили нашу услугу по комплексной программе образовательной робототехники. Мы первые в городе начали обучать детей робототехники так серьезно, ответственно, с 4 лет до 17 наша программа. Комплексное обучение детей от 4 до 17 лет образовательной робототехники. Так называется как раз-таки вот этот проект. Да, и как раз сегодня мужской понедельник, и мы понимаем, что важно, когда мужчины умеют что-то делать руками. Нет, это у нас мужской понедельник, а как там у слушателей? У слушателей не мужской понедельник. Но очень здорово, когда папы вместе с детьми что-то мастерят, когда семьи видят необходимость обучения детей робототехники, инженерно-техническому творчеству. И мы очень много времени и сил уделяем этому в нашем центре. Вот наша программа, она такая, знаете, комплексная, она методически, дидактически, психологически выверена. И мы имеем вот такую награду не только от общественной палаты, но и недавно наш проект, который называется «Школа наставников детских инженерно-технических проектов», отмечена фондом президентских грантов. У нас 23 числа будет фестиваль библиотеки Герцена. Вот пользуясь случаем, приглашаю... Давайте поподробнее чуть позже поговорим. Нет, вот все-таки мне интересно, вот этот вот знак качества, вот на основании чего его дают, то есть как вас там изучали там? Да, мы подавали документы, подавали программы, подавали опыт нашей работы, там общественная экспертиза была, экспертная экспертиза, и лучшие проекты были отмечены. То есть вот один, вот наш проект, он был отмечен. Всего было пять номинаций. Первая номинация — это социальное обслуживание, второе — образование. Это мы вот как раз в этой номинации... Где вы победили. Да, где мы победили. Третья — это культура и массовые коммуникации, медицина, спорт и здоровье, и присмотр, уход за детьми. То есть такие социальные направления. И вообще у организаторов конкурсов была задумка поддержать качественные продукты, которые направлены на обучение детей, на поддержку детей. И было очень много интересных проектов. Вот один из проектов, например, это фонд Митяева. Он поддерживает детей, которые попали в сложное... Того самого Митяева? Да, того самого Олега Митяева, да? Да, Олег Митяев сам был на вручении премии. Было приятно его видеть. И очень здорово, что он для детей делает важные вещи. Он поддерживает детей, которые в сложной жизненной ситуации, которым не очень легко, но они одарены. И он их поддерживает, и они занимаются вокалом. Вот еще один очень тоже такой интересный проект это школа доброты Куклачева. Вот того Куклачева, который с кошками, да, Юрий. И тоже его проект был отмечен. А он чем? А у него школа доброты. То есть он через любовь к животным... Через общение с животными, да? Видимо, прививает такие человеческие, гуманные чувства. Я просто помню, что раньше он все время путешествовал как раз по местам заключения, где находятся несовершеннолетние, скажем так, правонарушители. Или вот тоже, видимо, с такой же школой. Просто мне интересно, тут же сам проект нет. Вот этот фонд... Нет, здесь именно оббревите нравственных ценностей детям через общение с животными, с кошками. Очень много таких, знаете, интересных проектов, которые направлены на помощь родителям, у которых дети с особенностями развития, то есть для семей с инвалидами. Таких очень много проектов было. На самом деле они требуют большого внимания к себе. И еще очень мне тоже понравился проект. Он на театральном искусстве основан. Ребята сами придумывают постановки социально значимые, социально значимые темы, потом их показывают, демонстрируют. Социальный театр? Да, социальный театр. О котором мы недавно говорили. У нас фестиваль только что закончился, фестиваль и спектакли. Ну вот у нас это в городе Кирове. Недалеко от центра познания, кстати, прошло много. Да, в авангарде, в областном дворце молодежи. Ну, все равно это авангард, все узнают, как авангард, нормально. И там в основном студенты, и насколько мне известно, студенты делают постановки для детей. Ну, в том числе, да. Проект тоже, мне кажется, вот его бы было здорово к нам в Киров перевести. Это проект, он московский, направлен на обучение родителей действием в сложных ситуациях, когда, например, ребенок подавился косточкой, что нужно делать. Или, например, ребенок там упал в обморок, рядом не падать, а что нужно делать. То есть такая школа для родителей, именно показывающая... В экстренных ситуациях, как себя вести. Да, да. Казалось бы, на первый взгляд, элементарные вещи, да. А ты знаешь, вот как себя вести, если ребенок косточкой подавил? Ну, соответствующий курс я проходил, и не одиннажды, но думаю, что я справлюсь. Я думаю, что нет. Я думаю, что справлюсь. Я думаю, что нет. Ну, ладно, буду тебе звонить. И вот такой вот целый сборник вышел лучших практик. И здесь очень много интересного опыта. Я думаю, что мы вот рассмотрим какие-то проекты и сможем их предложить там или сами проведем, или... То есть это вот все мероприятие не только награды, как бы для вас награды я вернулась еще и вот таким опытом, да? Да, таким опытом. И вот поскольку я сейчас являюсь председателем комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области, и для меня очень важно было посмотреть опыт российский, пообщаться с членами Общественной палаты российского уровня и обсудить те проблемы, которые мы могли бы взять к себе на контроль, на обсуждение, уделить этим проблемам вниманием. Ирина Анатольевна, перед тем, как еще раз напомнить о сути вот этого проекта «Комплексное обучение детей», который завоевал эту награду, хочу спросить, что эта награда непосредственно дает Центру познания? Новые какие-то горизонты, новые формы сотрудничества? Это теперь такой сертифицированный центр, то есть услуга сертифицирована уже, не надо никому объяснять, чтобы было понятно. Для нас это прежде всего признание на российском уровне, ну, знак качества, что наш продукт качественный. Вот сейчас образовательной робототехникой очень много организаций занимаются, там, участников... На волне, так скажем. На волне, да. Мейнстрим такой, заниматься роботами. Вы знаете, не все организации имеют лицензии на образовательную деятельность. Ну, вот знак качества тоже не все имеют. Вот здесь есть возможность, наверное, родителям показать, что продукт качественный, то есть это маркировка нашей услуги. Но ведь, знаете, за вот этим вот знаком, наверное, стоит деятельность центра. Мы коллективом очень радовались, что нас отметили. Это какие-то новые, не знаю, задумки дальше нужно реализовывать. Все равно нельзя останавливаться на этой награде. Мы там дальше мыслим, и у нас там дальше интересное направление есть. Но, безусловно, это приятно, и родителям приятно, что они возят своих детей на... Нет, ну и тем родителям, которые будут выбирать, вот куда своего ребенка отдать, это уже характеристика такая, это уже рекомендация, что лучше, наверное, сюда, потому что здесь есть знак качества. Ну, да. Есть знак качества, то есть на серьезной научной основе, с правильным, грамотным подходом это все делается. И сертификация, я как понял, что шла вообще там по полной программе, да? Да, да, да. То есть там очень... Знаете, вот на этом конкурсе очень серьезная была экспертиза там, и экспертная оценка, она вот значимая. Не просто подали документы и всем там присвоили, то есть там нам перезванивали, уточняли, запрашивали дополнительные документы. То есть это такой вот серьезный документ. Именно, чтобы серьезно все сертифицировали. Не просто так вот понравились, вы нам вот возьмите вот эту красивую медаль, проверили все. Да, да, проверили. То есть это такой промышленный подход. Ну да. Так, у нас в гостях, напоминаем, Инна Валикжанина, руководитель Центра информационных технологий в обучении и познании. Познание. Находится Центр на Красноармейской, 33. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, полминуты буквально, после чего поговорим о сути проекта, который получил непосредственно награду. И хотелось бы послушать то, о чем бы вам хотелось еще поговорить, презентовать какие-то новые направления. Новые направления интересные. Новый год наступает. С этим связаны планы, обдумывание планов. Продолжим через полминуты. Продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях Наталья Коуа, Инна Валикжанина, руководитель Центра информационных технологий обучения и познания. Просто у нас в первом часе тоже была прекрасная женщина Наталья Катаева. И в первом часе сейчас говорим о том, как проекты Кировчан получают высокие награды на всероссийском уровне. В данном случае Центр познания получил знак качества, лучшие детям на всероссийском конкурсе. Вот смотрите, 14 минут у нас есть. 14 минут как раз на то, чтобы вы и напомнили проект. А, собственно, какой проект получил знак качества, да. В чем суть? У нас дети обучаются с 4 лет. Первая часть обучения, она направлена на то, чтобы дети познакомились с конструированием, изучили передачи, ременные, зубчатые, какие-то разные технические вещи, расширили свой технический кругозор. Для детей начальных классов и средних классов там новые конструкторы, новые программы, и там уже подключаются электронные компоненты. Здесь начало алгоритмизации. Ребята придумывают интересный проект, учатся собирать по сборке, по инструкции. То есть такое, вот знаете, делаем руками, думаем головой, работаем в команде. То есть такой комплексный подход к обучению детей. Наверное, то, что сейчас нужно современным работодателям, чтобы дети не только говорили, но и умели что-то сделать, и еще между собой хорошо находили общий язык. Именно в команде работали. Очень важный счет. А для старших детей у нас замечательный курс по микроэлектронике. Там удивительный преподаватель Игорь Александрович. К нему дети просто бегут с удовольствием. А старшие дети, это какой возраст уже? Это старшие. Да, это до 17 лет. До 17 лет, да. То есть уже вполне себе такие юноши. Юноши-девушки. Девушки-то есть? Девушки есть. И причем, знаете, очень интересно, когда мы ставим детей в команду, раньше мы ставили двух мальчишек, а сейчас ставим мальчика-девочку. И такие команды наиболее успешны. Вот у нас там Влад, Сони завоевали, получили награды на российских соревнованиях. Из ста команд они были первыми. Ну вот мальчик-девочка, гендерная такая ситуация. А вы их-то учитываете, кстати, мнение хотят ли, желают ли конкретный мальчик работать с конкретной девочкой? Вот там, знаете, там у нас есть такая команда образовательной робототехники, соревновательной робототехники. И там есть и девочки, и мальчики. Они как-то так вот, мы их перемешиваем. Там в один год одна команда, в другой год другая команда. Они вот давно в робототехнике, они лет 7, наверное, уже дружат. И поэтому они как-то так хорошо общаются. И межличностных-то таких вот, каких-то непониманий нет. И поэтому им легко. И вот как раз мальчик с девочкой очень хорошо работают. Почему-то мне казалось раньше, что девчонкам для робототехники... Мне тоже так вот до сих пор казалось. Ну вот есть девочки талантливые в робототехнике, и они очень стимулируют и поддерживают мальчика. Роли трансформируются, меняются и так далее. Ну вот кажется, что в IT-сфере больше мальчишек. Ну вот девочки тоже бывают очень успешные. У нас там бывают специальные курсы, специальные акции, которые показывают роль девчонки в IT-сфере. И это тоже женственно, тоже интересно. И девчонки ведь тоже бывают вот одарены в этом партнере. Напомните, пожалуйста, у вас занятия робототехника, они привязаны к началу учебного года? Или в процессе тоже можно попасть, приобщиться? У нас обучение идет с начала учебного года. Но если родители вот сейчас узнают о наших курсах, то они могут прийти сначала на индивидуальные занятия, взять несколько уроков индивидуальных занятий, чтобы ребенок адаптировался, с преподавателем познакомился, какие-то нюансы посмотрел, чтобы ему в группе было комфортно, и потом присоединяются. Летом у нас есть интенсивы, когда можно за неделю изучить двухмесячный курс. То есть такое направление. Летом мы выезжаем в лагерь. То есть кому интересно, они там прямо 21 день строят роботов, делают разные интересные проекты. В этом году, например, мы делали машину Голдберга. Это связь физики. Это шарик запускается. Ну, вы, наверное, видели один из приемов, когда доминошки падают. Ну, там есть... А, это шарик. Он пошел крутиться везде и всюду. Да-да-да. И он там разные механические действия выполняет и доходит там до финала. И ребята строили из коробочек, из-под соков, из-под йогуртов, очень интересно... Из-под ручных средств. Из-под ручных средств вот эти машины Голдберга. Здесь же физики очень много, и это очень важно. Вообще, в робототехнике с одной стороны физика, с другой стороны как-то мехатроника, электроника, программирование. То есть такое, вот, знаете... Ну, сплав, всевозможные направления. Да, это комплексная программа. И именно вот прийти, вот, скажем, сейчас родители слышат нас обязательно с 4-х лет или можно более старшим возрасте ребенка подключить к этому делу? В любом возрасте ребенок может начинать. Просто вот мы, например, видим для себя, в первый класс приходят на новые курсы дети, и мы видим, кто у нас ходил с 4-х, с 5-ти лет. То есть их видно, этих детей. То есть видно, что они обучались. Ну, в принципе, в любом возрасте можно подключиться. И есть у нас группы для начинающих, есть группы для тех, кто уже не первый год занимается. Поэтому, в принципе, войти в обучение можно в любое время и в любом возрасте. Как это направление будет развиваться? Как развиваться... Есть какие-то планы, идеи чем-то дополнить, расширить? Вот я знаю, что у нас в городе сейчас, вообще в области, очень большое внимание уделяется этому. Вот открываются Кванториумы, да, вот в Амутнинске. В Чапецке у нас уже, собственно, уделяется в феврале, по-моему. Большое внимание. Да, да, в феврале будет в Чапецке. И очень здорово, что в Кирове будет Кванториум, и он будет на Филейке в бывшем УПК. И это вот, ну, через год примерно он откроется. Но это большие возможности для наших детей. И я лично этому очень рада, что наконец-то приходит вливание федеральных денег и наших региональных... Именно в техническое творчество. Да, в техническое творчество. Потому что у нас в Центре обучение оно осуществляется за счет родительской платы. А сейчас есть такая возможность со стороны государства поддержать доп. образование. Что мы будем делать в нашем Центре? Какие у нас дальше планы? Ну, мы понимаем, что образовательная робототехника, она как была, так и будет. И у нас здесь большой опыт накопленный, и мы тут как бы видим себя тоже. Вот. Но еще мы направляем свой взгляд на цифровой интеллект, на развитие цифрового интеллекта. Вот есть понятие просто интеллекта, есть эмоциональный интеллект, социальный интеллект, ну, вот в том числе цифровой интеллект. Что это такое? Вот расскажите ко нам. Вот цифровой. Есть ли у нас с тобой, Володь, цифровой интеллект? Искусственный разум у меня приходит на ум. Нет, это, видимо, это связано именно с человеческим интеллектом. С человеческим интеллектом, то есть человек, он может, он имеет соответствующие умения, навыки, знания по использованию цифровых технологий в своей жизни, но еще он умеет себя защищать от этих технологий, потому что мы с вами, ну, наверное, видим, какие сейчас есть угрозы, связанные с развитием цифрового общества. И детям об этом тоже стоит говорить. Как раз детям, наверное, и стоит говорить. Да. То есть вот у этой стороны две медали. С одной стороны благо, а с другой стороны вот те опасности, которые нас подстерегают. Так это, наверное, в любом сфере, в любой сфере, в любой... Нет, ну, в IT-технологиях, конечно, опасность. Не знаю, пошел гулять по гаражам, лазить, можно упасть, лопать, расшибиться, не знаю. Ну, вот как раз правило вот этой безопасной работы с этими технологиями тоже есть смысл показывать и детям, и родителям. Конечно же, тут много возможностей, но есть вот какие-то нюансы, которых нужно знать. И вот развитие цифрового интеллекта у детей, это вот такое современное, ну, и, наверное, востребованное направление в работе нашего центра будет. Вот мы эту образовательную программу серьезно обсуждаем с коллегами из других регионов, из Екатеринбурга, А где-то уже есть опыт такого рода? Вот в России нет, международный опыт есть. Вот мы сейчас адаптируем программу. То есть вы можете стать первопроходцами, если прям вот реализуете ее, да? Центр познания вообще первопроходят во многом. И доведете до ума. Так и название-то? Ну да. Познание. Познание, причем познание, это такой процесс неостановленный, да? То есть это процесс, это не застывшее знание, а вот постоянное развитие. Вот как раз в области информационных технологий это вот такое, наверное, очень востребованное будет направление. И мы очень надеемся на то, что нам удастся вот эти вот идеи и задумки реализовать на практике. Ну заставите задачу в 2019 году уже. Да, да, да. Попробуем запуститься уже. То есть у нас первые интенсивы будут весной, потом летом интенсивы пойдут, ну и с сентября мы программу готовим. Мы очень всегда ответственно относимся к новым курсам, прорабатываем их серьезно. И вот здесь вот такое, ну очень востребованное, я думаю, что даже вот не столько современное, а сколько востребованное направление. Вот мы не на хайпе, а вот, наверное, на той социальной услуге, вот каких-то таких вот потребностях, которые мы сможем помочь людям решить. Вот вы сейчас сказали про название центра. А я вот еще про одну часть подумала. Вот центр информационных технологий. Когда мы 18 лет назад придумывали название нашего центра, вот думали, как же его так назвать, как вот сформулировать. Я понимаю, что вот прошло 18 лет, ну такой уже возраст совершеннолетия, что мы правильно поступили, название было достаточно верно. Удачное. Попали в точку, да, информационных технологий. Так, если еще затронуть вкратце, у нас 5 минут остается, еще направление, планы. Вот если говорить про эту комплексную программу, то это не только обучение детей, это еще и дополнительные семейные мероприятия, которые, ну, наверное, интересны семьям, интересны в плане поддержки семье. У нас интересны вот фестивали, о котором я говорю, фестиваль идеи будет в библиотеке Герцен 23 декабря. В воскресенье, соответственно, да? Да, в воскресенье в 10.30. Вот там будут интересные мастер-классы от преподавателей центра, будут встречи с экспертами и будут презентационные площадки, на которых родители наших детей будут представлять идеи инженерно-технические. Как я понял, родители будут представлять идеи? Да, родители детей, вот они прошли, как раз сейчас школу наставников, у них были занятия в городе Кирове, Кирове-Чепецке. Обучались папы-мамы, как создавать с детьми проект. Ведь, вы знаете, родители больше всех, наверное, заинтересованы в развитии своих детей, а проектная деятельность, она сейчас очень широко входит, вступает в образование. И иногда случается так, что там детям задают к понедельнику сделать проект, и родители не знают, как помочь своему ребенку. Если физику, математику, информатику в школе изучали, а вот проектную деятельность, наверное, не все изучали. И мы как раз показывали, какие есть этапы, как руководить проектной деятельностью ребенка, где взять идею. Мы рассматривали приемы из-за придумывания этих идей, где их вот найти. И после вот этого обучения у нас такая выпускная работа была, это сформулировать саму идею, и как можно построить работу с ребенком в этом направлении. Можно приоткрыть свою тайну? Нет, я хочу сначала вот такой вопрос задать. Погоди, Володь. Вот смотрите, вот эти родители, которые у вас проходили, это обучение родителей ваших воспитанников. Не только. Не только. Вот я как раз хотел спросить, потому что это ведь сейчас для всех школ совершенно актуально, всем же задают проекты детям, все родители смотрят, как баран на новые ворота, что такое проект, почему это так называется, и что с ним делать. То есть в принципе вы можете вообще, ведь любой взрослый человек может к вам обратиться, да? Любой взрослый человек может обратиться, и вот показывает опыт работы, что это очень актуально. Это реально востребованная штука. Это реально востребованная. Мы когда писали грант, фонд президентского гранта, мы определили школы-партнеры. Это 28-й Линтех, это физико-математический лицей, это 56-я школа как раз на Филейке, это Чапецкие школы. И вот обучение шло как раз для родителей этих школ. А, 37-я еще школа. И вот этот опыт действительно можно транслировать. И это, ну, родители показали свою заинтересованность, и... А куда они дерутся, если детям задают эти проекты? Да, да. Хочешь, не хочешь, придется этим заниматься. Владимир, мотай на усы, поскоро тебя это смеется. Ну, конечно, да, я понимаю. Я отдави себя, что отдави. Так что получилось-то в итоге? Что-то открыто они будут 23-го часа там презентовать. А это 23-го числа. А это пока не покажем. Ну, нет, на самом деле, там интересные проекты. Например, там проекты, есть там умные какие-то зарядки. Допустим, там мама одна придумала, что вот они ходят, на лыжах катаются. А почему бы вот эту энергию, которую получается, не использовать для зарядки сотовых телефонов? Интересная же идея. Она причем такая реальная. Ну, почему бы нет альтернативные источники энергии? Они сейчас... То есть пока ты идешь на лыжах, ты еще зарабатываешь электричество. Да. Потом другая тема. Можно его воспользоваться им, да. Она как раз с ЖКХ связана. Уборка снега и вот плавильные установки. То есть снег убирается, сразу плавится, и в канализацию уже вода сливается. Я и Николай, я думаю, уверен, неоднократно за последние годы слышали о том, что снегоплавильную установку нужна городу, и она конструируется, там конкретно студенты, вятговые в том числе. Ну, все как-то на уровне разговоров. А здесь на уровне семьи. Каждая семья создаст свою плавильную установку, и проблема решится сама собой. Ну, есть и другие очень интересные проекты. Вообще идеи проектов, их же можно брать отовсюду. Например, в рамках этого проекта мы ходили на экскурсии. Мы ходили на экскурсии на производство. Мы благодарны руководителям предприятий, которые нас принимали. Это вот мы в дымку ходили, смотрели, как делаются печенья, пряники на АЦМ, на АВТЕК, ездили в химчистку Белиссима. То есть смотрели, какие станки, какое оборудование, какие технологии используются. Ну, очень, правда, интересно. И родители этому тоже были очень рады, что могли посмотреть, как у нас обстоят дела. В Чапецк у нас запланированы экскурсии на химкомбинат, на мебельную фабрику, где мебель диван у нас и делают. То есть вот мы не только берем идеи проектов из того, что нас окружает, из как бы наших каких-то бытовых вещей, а еще и с структурой промышленности. С прицелом производства именно. Время очень быстро пробежало. Нам пора уже и завершать нашу беседу. Инна Витальевна Валикжанин, руководитель Центра информационных технологий в обучении и познании. Вот такой познавательный фестиваль будет уже в ближайшее воскресенье, 23 декабря, в библиотеке имени Герцена, в 10.30, да, вы сказали, начало. Возрастное есть ограничение? Нет, вход свободный. И возрастное ограничение тоже не отсутствует? Да, единственное, что хорошо бы у нас на сайте зарегистрироваться, чтобы мы понимали количество участия. Сколько людей ждать, да? Спасибо. Еще раз поздравляем вас с таким признанием, с такой наградой. С таким красивым очень признанием. Успехов в Центру Познания. Всего наилучшего. На этом завершается программа «Мужской понедельник». Николай Голиков. Владимир Сметанин. После рекламы через полторы минуты слушайте программу «Говорит Киров». Добрый день. Это программа «Говорит Киров». У микрофона Владимир Сметанин. Напротив меня Дмитрий Печенкин, заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации Кирова. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. Середина декабря. Разумеется, нужно уже говорить о подготовке к новогодним праздникам. Действительно, у нас на текущей неделе началась активная фаза работы на театральной площади. И уже как ранее говорили мы, что театральная площадь это у нас основная площадка на территории города, где проводятся все общегородские мероприятия. Вкратце напомню, что в понедельник, 10 декабря, у нас состоялся аукцион по определению подрядной организации. По результатам аукциона был определен подрядчик. Это фирма «Арт Студия». В целом отмечу, что изначально, как уже анонсировалось во всех источниках информации, театральная площадь будет оформлена в стиле, в концепции сказочного леса. Соответственно, традиционно набор элементов, главных элементов новогоднего оформления это главная городская ель, Дед Мороз со снегурочкой, горки. Горки в этом году будут также для различных категорий возрастных, как для маленьких жителей города, так и для более взрослого населения. То есть горок будет несколько? Горок будет несколько. Основная это большая горка, она на сегодняшний день уже монтируется, ведутся работы. Она будет деревянная. Маленькие горки, которые будут для детей маленького возраста, они будут использоваться, ну, с использованием снежных масок и льда, чтобы... Без деревянных конструкций? Без, максимально постараемся, да, без деревянных конструкций. Есть такое требование? В максимальной проектной организации в проектной документации учесть все замечания, которые были обозначены в том году про эксплуатацию горок в зимний период. В этом году у нас при проведении работы осуществляется полностью, в том числе и строительный контроль, чтобы выполнение работ соответствовало тому проекту, который будет. Все материалы, они сертифицированы и, в принципе, соответствуют ГОСТу. Конечно же, мы будем принимать уже окончательно все эти выполненные работы с учетом всех полностью соответствий, в том числе и в части безопасности. На соответствии всем необходимым требованиям. Ну, я также отмечу, что у нас, раз была обозначена тематика сказочного леса, соответственно, будут... Дмитрий Александрович, простите, перебью, а кто вообще родил эту идею сказочного леса? Еще в весенний период была определена рабочая группа для подготовки новогоднего оформления городской территории. Ну, и одно из предложений было как раз это зимний период времени, да, ну, чтобы не привязывать там, например, к году театра либо к году там кино, то есть, соответственно, тематику эту не выбирать, было принято, наверное, такое нейтральное решение, раз это зима, елка, ну, вот такой лесной мотив, сказочный лес, соответственно, на площади будут установлены фигуры в том числе и лесных жителей, медведя, оленя, будут установлены фигуры елей в том числе, ну, и в целом там еще несколько наполнений, элементов, вот, сопутствующих как раз сказочному лесу. Я думаю, что исходя из той концепции, ну, и тот результат, который мы по факту получим, должно быть достаточно неплохо все смотреться и празднично. Конструкции изо льда будут? Конструкции изо льда планируются, они предусмотрены и контрактом, и концепцией. Ну, на сегодняшний день также начаты работы по монтажу катка. Каток у нас последние несколько лет на театральной площади практикуется. На сегодня очень активно эти работы ведутся, устанавливаются как раз сограждения катка из ледовых блоков. Сегодня, завтра уже планируем начать с учетом понижения температуры как раз заливка уже основания катка. Он по традиции будет ближе к северной части площади, да? Да, каток у нас получается в районе второго корпуса университета. Да, ближе к нему. То есть на сегодня уже можно видеть в целом коробку, работы уже ведутся в данный момент. Устанавливается главная городская елка, ну, я думаю, что самая активная фаза будет на следующей неделе. И учитывая, что 22 декабря мы планируем уже открыть самую главную городскую елку, максимально весь объем работ по созданию новогоднего городка будет выполнен. Прорабатываются ли какие-то запасные что ли варианты в условиях неблагоприятной зимней погоды? Знаете, ну, пока прогноз погоды говорит о том, что у нас будет минусовая температура устойчивая, но все-таки, вспоминая прошлые годы, могло и растаять, или еще какие-то проблемы? Мы в любом случае мониторим предстоящий прогноз погоды, как на несколько дней вперед, так и на неделю все это просматриваем. Но уже когда городок будет полностью введен в эксплуатацию, здесь многое будет зависеть от правильной его эксплуатации и содержания. То есть, соответственно, если будут снегопады, надо вовремя производить своевременную очистку тех фигур, которые будут размещены из содержания горок, вовремя и своевременно подливать, например, те места на скатах, которые будут образовываться из-за перепада температур. А как мы помним, в том году как раз это было одним из основных дефектов при эксплуатации городка, что при перепаде температур на съездах горок образуются определенные выбоины, которые приносят определенный негативный эффект. И, наверное, последний вопрос, касающийся главной площади города. Хочется перейти к остальным площадкам. Это правда, что в этом году впервые за долгое время у нас подрядчик иногородний, который занимается обостройством. Да, действительно, по результатам аукциона у нас, как я уже сказал, выиграла компания Art Studio. Она зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории города Казань. Сегодня были проведены иные практики, не только на территории города Казань, выполнения данных работ. В принципе, компания, как заявляет, выполняет комплекс работ, в том числе по новогоднему оформлению. Для города Кирова это, так скажем, первый пилотный проект по оформлению. Сумма контракта 13 миллионов 674 тысячи рублей, смотрю. Да, все верно. Контракт будет заключен на данную сумму по результатам тех торгов, которые состоялись. По остальным площадкам города тоже пройдемся. В каждом районе, кроме основной площадки, которая на центральной площади, в каждом районе определены места районных елок. Как пример приведу, вот как вы назвали, в Первомайском районе это будет площадка филармонии. Там уже на самом деле установлена елка и горки. Завершается монтаж вот большой композиции иллюминационной в районе перекрестка Воровского и Ленина. Если берем Октябрьский район, центральная елка в этом году будет размещаться на территории Парка Победы. Также в ближайшие выходные планируется открытие главной елки Октябрьского района. Если берем Ленинский район, самый большой, то главная ель будет установлена на следующей неделе на территории Кучеровского парка. Будет достаточно красивая, наряженная. Так что приглашаем на все, в том числе и районные площадки. Хотелось бы отметить, что у нас в текущем году планируется, кроме названных площадок, и иные локальные площадки, в том числе на удаленных микрорайонах. На Авиацк мы забыли. На Авиацк тоже будет елка. На Авиацк обязательно будет елка. На Авиацком районе в принципе уже в большинстве своем все готово для открытия елки и для проведения новогодних мероприятий. На удаленных территориях берем как микрорайон Ленгаса, Водороничи, Костина, заречную часть города, также на каждой основной площадке микрорайона. В основном уже все эти новогодние элементы, они установлены. Что касаемо наличия горок либо заливки катков, это опять же мы все планируем с учетом погодных условий. Если это катки, то опять же ориентируемся на отрицательные температуры, потому что каток, имея основание в виде ледяного покрытия, все равно больше привязан к отрицательным температурам. Ну, я хотел бы еще отметить нововведение этого года. Две новые площадки появляются у нас. Это улица Спасская, пешеходная часть от Ленина до Казанской. А уже информация есть, что там открыто уже? Еще не открыто, работы не завершены. На сегодняшний день там осуществляется заливка катка, уже установлены, заканчивается монтаж всех световых арок, которые будут там размещаться. В принципе, мы к концу следующей недели с учетом опять температурного режима закончим заливку катка и я думаю, что как раз в 20-х числах декабря уже откроем эту новогоднюю площадку. А поясните, пожалуйста, Наспаска это частная инициатива, да? Берет на себя частник? Нет, здесь... Муниципалитет тоже задействовал? Я, наверное, отмечу, что здесь такое совместное взаимодействие. Заливку катка и установку световых арок с елкой муниципалитет взял на себя. Но последующую организацию мероприятий либо содержание, я думаю, что мы будем привлекать те торговые объекты, в том числе, которые расположены на этой пешеходной части. В принципе, это одна из точек притяжения людей. И вот наш, в том числе, бизнеса, общество должно быть заинтересовано, в первую очередь, что как раз создание таких новогодних площадок является притяжением людей и, наверное, посещение данных объектов. И еще одна новая площадка? Еще одна новая площадка, это в районе вновь открывшегося легкоатлетического манежа, в микрорайоне Вересники. На сегодняшний день там работы также организованы. Там планируются две площадки для катания на коньках, но это будут более-таки, наверное, по территории массивные площадки. Данная территория ориентирована, наверное, на большее количество посещений, чем улица Спаская. Также будет организовано сопутствующее и торговое обслуживание, и развлекательное мероприятие. То есть, это тоже один из пилотных проектов, который в этом году мы планируем реализовать. Ну, наверное, в первую очередь связано с тем, что, во-первых, открылся спортивный объект, есть территория для развития, ну и микрорайон, в принципе, он в зоне доступности, находится, наверное, в центральной части города, и площадка, я думаю, что будет востребована как и для проведения спортивных мероприятий, так и для проведения каких-то мероприятий для досуга и отдыха в различные каникулы. Спасибо. Время наше истекает. Вот так в основном мы прошлись по основным аспектам новогоднего оформления нашего города. Дмитрий Печенкин, городского хозяйства, администрации Кирова. До свидания. До свидания. Говорит Киров.